Здравствуйте дорогие друзья, вас приветствует канал Магия Полезные Советы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, сегодня поговорим о том, какие крупы притягивают удачу, изобилие и достаток в нашу жизнь. Уделим внимание крупе. Каждый из на своем рационе, как правило, использует проса. Гречку, рис или пшено. Как можно это использовать для того, чтобы привлечь достаток в вашу жизнь. Проса представляет собой концентрацию денежной энергетики и для привлечения богатства достаточно время от времени съедать горсть именно отваренного злака. Тем, кто время от времени ест гречку, знайте, что гречка снимает порчу, привлекает удачу. А также гречка очищает душу человека, подпитывая его ауру доброй и теплой энергией. Ну а чтобы избавиться от бедности, нужно почаще употреблять кашу, приготовленную из крупы с молоком или маслом. Если вы еще периодически будете оставлять блюдце с гречневой кашей домовому, то он поможет исполнению ваших самых заветных желаний. Поговорим о рисе. Рис часто применяют в различных практиках, ритуалах для привлечения финансов и удачи. Но вы даже не знаете, что магическими свойствами обладает только рис, который хранят в керамической или стеклянной посуде. Если у вас рис хранится в пакете, то желательно купить именно керамическую или стеклянную посуду. Когда вы берете сухой рис в руки, то вы мысленно должны произнести желание о привлечении в ваш дом процветания. Также обязательно вы должны, если хотите использовать рис в магических целях. Нужно хранить рис в керамической или стеклянной посуде и обязательно плотно закрывать. Если вы кушаете и используете пшено в своем питании, то для обеспечения стабильного дохода вы можете провести практику с пшеном. Но обращаем ваше внимание, что данную процедуру нужно выполнять в новолуние, когда днем или ночью это не имеет значения. Так в ступку из глины, либо из дерева нужно засыпать пшено. Дальше его нужно потолочь ступкой непрерывно повторяя вслух желание о получении денег. Желание должно касаться именно денег и после этого эту растолоченную крупу бросают через левое плечо. Нельзя сметать эти разбросанные зерна трое суток, а крупу, которая осталась в ступке, скармливают именно птичкам. Теперь вы знаете, как с помощью круп, которые мы с вами ежедневно кушаем, вы можете использовать себе во благо для привлечения достатка и изобилия в вашу жизнь. Делитесь информацией, делитесь полученными знаниями со своими друзьями и знакомыми, делитесь ссылками в различных тематических группах в соцсетях. Чем больше людей знают о том, как стать хоть чуточку успешнее и счастливее, тем лучше для всех. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.